Здравствуйте, мои знакомые и незнакомые зрители! Мы по-прежнему в ломбарде и возвращаемся сегодня на пьяцу домов Бергамо, как я и обещала, и будем говорить о базилике Санта-Мария-Маджоре. Прежде чем начнем разговор, хочу обратить ваше внимание вот на эти металлические пруты, которые вмурованы в стену базилики. Это меры длины. Меры длины для именно Бергамо, потому что единой системы мер в то время не существовало. У каждой коммуна она была своя, вот такова она была у Бергамо. Базилика начала строиться в XII веке. Мы сейчас с вами стоим у красивейшего северного фасада, к которому пристроен вот такой великолепный готический портал. Мы видим в самом центре фигуру на коне – это святой Александр, покровитель Бергамо, теперь мы об этом знаем, а над ним Дева Мария, которая, в свою очередь, уже охраняет его. Посмотрите на сам портал, какой он многосложный, многослойный, какие красивые резные арки, какое сочетание цветов. И посмотрите на это великолепное готическое кружево в камне, какая тонкая и великолепная работа. Тот портал, который мы сейчас с вами рассматриваем, называется «Порталом красных львов». И понятно, почему. Вот такие красные львы из веронского красного мрамора поддерживают колонны портала. И ранее считалось, что если у церкви стоят львы, то они защищают вход в церковь от всевозможных злых духов. Мы видим с вами теламоны, мы с вами видим маленьких львят. Это продолжение поколения тех животных, которые будут поддерживать церковь. Что касается этого портала, то он появился уже в 1353 году, и его автор Джованни Кампионе. Посмотрите, какой красивый мрамор в отполированных туристами частях этих львов. Ну, все, конечно, прикасаются к ним на удачу. Базилика Санта-Мария Маджоры была построена в качестве благодарности жителей Бергамо за то, что Святая Дева Мария помогла им пережить тяжелейшие времена. Сначала была засуха, за которой последовал голод, потом пришла чума, и в 1137 году в Бергамо началось возведение этой базилики. Возведена она была на месте старого храма VIII века, а он, в свою очередь, находился на месте античного еще римского храма. Мы сейчас с вами огибаем базилику с северной на южную сторону и видим вот такой красивый фриз нижний, который выполнен в готическом стиле. И как раз подходим к колокольне собора, которая начала строиться в 1436 году, а закончена была уже к концу XV века. Архитектура храма очень сложная, он многократно перестраивался, и у него нет традиционного входа с западной стороны, как это положено христианской церкви. С запада к нему пристроен дворец епископа, и войти в церковь можно только через ворота красных львов. Но у храма есть еще один вход с южной стороны, это портал белых львов, и мы с вами понимаем, почему он так называется. Он построен из белого мрамора Искандольи, того же мрамора, из которого строился Миланский дуомо. Мы видим с вами двух львов, на которые опираются колонны, уходящие в архивольт. И здесь видим сочетание белого и черного мрамора, абсолютно в генуэзской манере. Видим 12 фигур апостолов, и посреди них статуя Иисуса Христа. Давайте познакомимся поближе со львами. На этого льва опирается колонна, на него опирается церковь. Под брюшью у него сидит маленький львенок. Здесь мы видим теломона. Это символ паствы, он тоже поддерживает церковь. И посмотрите, как летливо эта львица забросила свой хвост через брюшко на спину. И под этой же львицей сидит еще один теломон, который точно так же символизирует паству, которая поддерживает христианскую церковь. Портал этого же авторства Джованни да Кампионы. Возведен он был точно так же в XIV веке. Давайте посмотрим и на этого льва. У него тут под брюхом сидят уже два львенка. Ну, конечно, эти львята когда-то вырастут и точно так же будут поддерживать церковь, как и теперешние взрослые львы. Весь этот богатейший портал венчает готический пинакль, в центре которого сидит Господь Вседержитель. Ну что ж, настала пора войти в храм. И вот за столь простым его фасадом скрывается богатейший барочный интерьер, который складывался с XVI по XVII века. В соборе работало много мастеров, однако с ним связаны такие величайшие имена венецианской школы, как Джан-Батиста Тьеппулу, Лоренцо Лотто, Лука Джордано. Внутренняя архитектура храма тоже довольно сложна, хотя он состоит из трех нефов. Конечно, он напоминает расписную драгоценную шкатулку. И самое необычное здесь – огромное количество шпалер, которые украшают стены этой церкви, что крайне-крайне нетипично. Шпалеры эти и фламандского, и флорентийского производства. Готическое мраморное надгробие кардинала Гульельму Лонге Александрини XIV века работы Угу до Кампионы, и опять мы видим и Таламонов, и Львов. Вот что значит традиция, вот что значит школа, то, на чём выросло возрождение. Вот там в глубине, видите, какой богатый конфессионал стоит. Мы сейчас поближе к нему подойдём. Это ореховое дерево работы Андреа Фантони 1704 года. Правда, попал он в церковь только в конце XIX века. Но вот кому не захочется прийти сюда, исповедаться в своих грехах, ну, заодно ещё и денежку, конечно, церкви оставить. В прошлом видео показывала вам дом, где жил величайший уроженец Берга Магаэтана Деницетти, прославивший не только свой город, но и Италию на весь мир. А в Санта-Маре Маджоре он захоронен, и здесь мы видим его надгробие. Мы с вами находимся в пресвистерии алтарной части, и посмотрите, как красиво гобеленом окреблён балкон органа этой базилики. Пресвистерии отделён от нефа вот такой красивой деревянной преградой. Когда мы были в базилике, то здесь велись как раз реставрационные работы, отчасти это печально, а с другой стороны можно было рассмотреть все детали более подробно, и можно было понаблюдать за работой реставратора, что крайне интересно. И что любопытно, отдельные детали хоров, которые всегда находятся на верхних точках и недоступны, по сути, изучению, сейчас находились близко от нас. Посмотрите, видите, это деталь верхней части хоров, и мы видим львов венецианских. Это очень тонкая, красивая работа из дерева. Вы видите, что хоры, они инкрустированы. Это сюжеты на библейские мотивы, которые выполнены в технике интарсии, то есть глубокого проникновения. Очень широкая полихромная гамма, которую удалось достичь, используя большое число сортов дерева и специальную технологию обработки, окрашивания. Сами интарсии выполнены мастером Капа Ферри, а вот по сюжетам Лоренцо Лотто, который был большим затейником и сделал эти панели ответными. То есть, с одной стороны, есть изображение, которое содержит символы и загадки, а с другой – расшифровку этого изображения. И давайте некоторые интарсии почитаем. На этой интарсии мы видим некий ящик, который плывет в морских волнах. Над ним мы видим голубя с веточкой. И, оказывается, таким образом, Лоренцо Лотто зашифровал историю всемирного потопа, когда Ной спасается на ковчеге и спасает животных. Здесь мы видим странного человека на каком-то странном животном, кочующего от одной маски к другой. Оказывается, это переход Израилев через Красное море. Следующая интарсия. Здесь видим меч, отрубленную мужскую голову, и наверху корону. Оказывается, что это известный сюжет. Юдиев отрубает голову Алаферну. Нельзя не рассказать вот об этих красивых фресках XIV-XVI веков. Конечно, сверху мы видим Тайную вечерю. Под ней истории из жизни святого Элигия, который покровительствовал всем профессиям, связанным с металлом. Здесь мы видим, как он подковывает коня, в которого вселился дьявол. Сначала он отрубил ему ногу, подковал, и затем нога приросла. Так говорит легенда. А вот эта фреска крайне интересна. Некое существо с нимбом, но при этом покрытое шерстью, да еще и держащая крест и, скорее всего, книгу святую. Так изображали в те времена беса, который скрывается под образом святого. Очень важно для базилики фреска 1347 года дерево святого Бон-Авентуры. Ветви дерева – это основа для сцен жизни святого. А в красном одеянии на коленях справа – это Гуидина Суарди, из рода Суарди, о которых мы с вами говорили в первом видео о Бергамо. Гуидина выступил в качестве донатора этой работы, при условии, что его тоже изобразят на фреске. Это обычное в те времена дело. Кстати говоря, станция фуникулера Бергамо-Альта, на которой мы пребываем, находится как раз в дворце этого самого Гуидина Суарди. Но вот, казалось бы, о базилике и все. Да не все. Есть один элемент, который находится теперь снаружи. Это баптистерий, история которого началась в 1340 году, когда в базилике Санта-Мария-Маджори устроили крестильную купель. В XVII веке ее вынесли, перенесли на другое место. В 1900 году перенесли сюда, на площадь дома. В плане это правильный восьмиугольник, и все здесь связано с цифрой 8. 8 углов, 8 статуй добродетелей, 8 малых колонн, 8 резных арок на порталах, 8 голов львов, которые являются водостоками. Восьмерка в христианстве – это особая цифра, которая связана с судным днем, который был восьмым. Давайте уделим внимание еще одной очень важной достопримечательности. На этой площади посмотрим на пол палацу Раджоны, и мы здесь видим солнечный меридиан 1798 года. Он служит для определения астрономического полдня с помощью гномона – отверстия в диске. В 12 часов луч солнца, проходя через гномон, указывает наступление полдня, а также сегодняшний день и знак зодиака. Но вот мы были на этой площади 12 сентября этого года, и в 13 с небольшим, в 13, потому что Италия меняет время на летнее, мы как раз увидели, что этот луч оказался на цифре 12 сентября. Одним словом, и все-таки она вертится, как говорил Галилей, впрочем, по-моему, он этого не говорил. Но сейчас мы с вами направляемся в Бергамо-Альтиссимо, и поднимется мы к нему будем через цитадель, а войти в нее можно только через башню Торе де ла Кампанелла. Это северный вход в Бергамо-Альта. Под часами этой башни можно видеть хорошо знакомый нам по Милану уже герб Висконти, поскольку башня была построена в 14 веке, Бернабо-Висконти, представителем знатного рода, в качестве оборонительной цитадели города. На башне есть колокол, который должен был предупреждать о приближении врага, а в самой этой башне находился гарнизон. Итак, мы как раз пришли в саму цитадель. Здесь находился ранее целый комплекс сооружений, средневековая крепость, стены, башни. Здесь же находился госпиталь для гарнизона, который защищал город. В ходе реставрационных работ 40-летней давности удалось спасти фрески времен Висконти, то есть 14 века. Сегодня в цитадели муниципальные учреждения и музеи. Цитадель и крепость Ларокко, где мы с вами были в прошлый раз, защищали исторический центр Бергамо и представляли собой единую оборонительную систему. Пройдя через комплекс цитаделей и двигаясь к фуникулеру, который понесет нас в Бергамо-Альтиссимо, мы выходим к порту Сан-Алессандро. Выстроена она была в 1565-75 годах и служила входом в город со стороны озер Леко и Комо. Строили ее уже венецианцы. Своё имя ворота получили от базилики святого Александра, которая была разрушена ради строительства этих ворот. Как видите, ворота очень глубокие. Сейчас у них проделаны проходы для пешеходов, чтобы им было удобно, а изначально этих проходов не было. И здесь находилась казарма гарнизона, который защищал ворота как вход в город. Оттого эти ворота имеют такую вместительность. Сейчас эти ворота входят в единую оборонительную систему, которую выстраивали венецианцы в 16 веке. Общая протяженность крепостных стен составляет 6 километров 200 метров и еще 4 портала, которые открывают вход в город. С 2017 года эта система оборонительных сооружений признана объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Интересна история, как жители заслужили это. Они выстроились единой цепью вдоль крепостных стен города. Конечно, с лицевой стороны этих ворот мы обязательно видим льва Святого Марка, символ Венецианской Республики. Ну и рядом с этими воротами находится фуникулер. Мы сейчас воспользуемся им для того, чтобы подняться в Бергамо-Альтиссимо или на холм Сан-Виджилио. Ну вот мы и поднялись на Сан-Виджилио. Перед нами панорама Бергамо-Альта. Мы видим просто весь исторический центр. Первые укрепления здесь появились в VI веке, а сам замок Сан-Виджилио был сильно разрушен в 1829 году. Австрийцами просто так из вредности. В Бергамо-Альтиссимо находится несколько гостиниц, ресторанчиков и частные дома. Мы ненадолго вернулись в Бергамо-Альта, и я расскажу о его символах. Бергамо связывают с танцами, которые называются бергамасками. Кстати, так же называют и его жителей. Бергамо дал название растению Бергамот. Здесь его впервые стали выращивать в Европе. А кроме того, Бергамо – родина архитектора Джакаму Кваренги, авторству которого принадлежат великие строения в Санкт-Петербурге и Москве и ряде российских городов. Спасибо тебе, Бергамо. Кроме того, итальянцы называют Бергамаска в палентоне, потому что они очень любят паленту и готовят ее по самым разным рецептам, включают в нее различного рода сыры. А кроме того, есть такая местная сладость, чисто бергамасская палента и осей. Когда-то это был несладкий пирог с птичьей начинкой, а теперь это сладость. Вот такой купол желтого цвета, и сверху он украшен птичкой из шоколада. Ну, давайте одним легким мазком вам расскажу о Нижнем городе. Он требует отдельного видео. Нижний город стал развиваться после того, как исторический центр стал мал для растущего населения. Изначально он формировался как город, где уже развивались промышленности. Здесь проводились ярмарки. Со временем в Бергамабаса перевели все городские производства, транспорт, сфера услуг. Во время Муссолини Бергамабаса очень активно застраивался. Здесь много зданий фашистской эпохи, хотя сохранен и средневековый центр, здания и церкви 18-19 веков. Среди них и те, где творил Лоренцо Лотто. Пожалуй, самым большим достоянием Бергамабаса является картинная галерея Академии Карары с полотнами великих итальянцев, в том числе Боттичелли, Рафаэля, Тициана, Монтеньи. Я хочу вас пригласить на прогулку по вечернему Бергаму-Альта. И мы забыли поговорить о Труфальдино, о том самом Труфальдино из Бергамо. Кто же он такой? Как ни странно, Труфальдино – это Орликин. Это классический персонаж комедии Дель Арте, самый популярный среди прочих масок. Все маски комедии Дель Арте делятся, в том числе по географическому принципу, на южной и северной квартеты. Так вот, Орликин в числе северного или венецианского квартета масок, наряду с Бригеллой, Панталоной и Доктором. Он уроженец Бергамо, а имя Орликина ему дали французы, под которыми находилась Венецианская республика. Орликин или Труфальдино, от слова Труфа – мошенничество или плотовство. «Давай, брат, ты хвастунишка из Бергамо!» Конечно, в рамках этого видео я вам не показала всего Бергамо, всего, что в нем есть. А может быть, это и не нужно. Может быть, просто для вас будет важно увидеть и захотеть приехать самому. Это нужно обязательно сделать. Нижний город тоже остался обойденным вниманием. На него нужно выделить минимум один день. Но я надеюсь, что это видео было для вас очень интересным. А потому буду ждать ваших комментариев. До следующего воскресенья.